Приветствую, мой вопрос в следующем. Белорусский Гаюн сегодня снова сообщил об очередном прибытии и убытии в аэропорт Гомеля самолета Ан-124 в Воздушно-космических сил России. И это седьмой такой случай за период с 25 марта, ну за неделю, да. Как думаете, что могут привозить или увозить? Не думаю, что шахеды, уж больно крупный самолет для такого груза, 150 тонн грузоподъемности все-таки, промелькнуло сообщение, что на аэродроме были замечены С-400 Российской Федерации. Но тогда зачем им там столько ракет? Или все-таки что-то еще? Нет, я думаю, что вполне возможно, что завозят. Тем более, что Россия размещала и раньше комплексы С-400, они были размещены в Белоруссии. Даже стоял вопрос об учении белорусских военных и передачи им этого комплекса. А сейчас, я думаю, Русланам везут ракеты к этим комплексам. Дело в том, что судя по одному из обстрелов Киева, С-400 достает до Киева. Из Курской области они доставали. Из Белоруссии, естественно, не могут достать тем более. С одной стороны. А с другой стороны, вполне возможно, что Россия усиливает систему ПВО. Они же собираются разместить ядерное оружие в Белоруссии. Поэтому надо что? Надо полностью закрыть небо. Надо гарантировать, что ничего туда не прилетит. И это может быть шагом, очередным пунктом этого плана по подготовке к размещению ядерного оружия на территории Белоруссии. Вот, скорее всего, такой вариант вполне на сегодняшний день, на мой взгляд, наиболее вероятен. Поэтому Руслан, поэтому комплексы С-400, кстати, могут перебрасываться как пусковые установки, так и ракеты к этим пусковым установкам. Потому что, видите, ракет у них очень много к этим комплексам. И 400-ку они не используют в Украине. Вот вроде бы, вроде бы как. Был случай применения. Они, видимо, попробовали ракеты, которые долетят, не долетят до Киева. И было там три, по-моему, ракеты в одном из обстрелов, где-то уже месяца полтора назад. Они долетели до Киева, и мы не смогли их сбить, так как нечем сбивать баллистические ракеты. Вот это может быть. Но, в общем, на мой взгляд, это, скорее всего, для усиления противовоздушной обороны союзного государства. Я уже скажу так, как говорит российский представитель ООН. Для создания единой системы ПВО союзного государства. Ну и персонально для защиты хранилища с ядерными боезарядами, которые там строятся в будущем. Добрый день. У меня вопрос. Правильно ли будет вариант, чтобы разместить три батареи Патриот и одну батарею Сампти в таких областях. Харьковской, Донецкой, Запорожской и одновременно Херсонской области, Николаевской области и части Николаевской области. Если мы так разместим, это получается, что мы закроем всю линию фронта, где идут активные боевые действия. От Сватова до Херсона. И какие, на ваше мнение, есть еще варианты размещения. Но это худший вариант размещения. Смотрите, во-первых, по размещению систем ПВО это целая наука. Генеральный штаб все посчитает, все определит. Там же должно быть не просто размещение, там должно быть еще перекрытие зон этих комплексов. Это же не просто так, что смотрите, комплекс, радиус действия батареи, вот нам дают три батареи, а радиус действия батареи 100 километров. Ну по идее, вот обычный гражданин посмотрит, почитает и скажет, ну подождите, 100 вправо, 100 влево, 200 километров. Три батареи на 200 это 600 километров. Но даже в этом случае, в этом случае, получается, что, а фронт у нас 1200-1300. И что, мы уже не закрываем половины фронта. Потом есть такое правило, что системы должны перекрывать друг друга хотя бы на одну треть. Дальность и досягаемость. Досягаемость. Вот. Это уже сужает их линию фронта. Ну и у меня-то и следующий вопрос, ну я просто, я не рассказываю всю систему построения, как она делается. В Генштабе там это все знают, они все это дело посчитают. Почему я и говорил, когда мы обсуждали с вами, что они едут, почему я и говорил, что там определяют, Генштаб определит, где что ставить и как ставить. И должно быть эшелонирование в глубину страны. Потому что получается, что, а если ракета проскочила, если ракета попала в первую линию ПВО, ракета проскочила. Ее кто сбивает? Ее сбивает вторая линия ПВО или третья линия ПВО или непосредственно тактические средства по охране объекта. Вот как шахеды в основном сбиваются, уже непосредственно в глубине страны, на подлете к целям. Мы сбиваем большую часть шахедов. А тут получается, мы все в линию поставили, ракета проскочила через ПВО и что дальше? А дальше мы весь улыбаемся и машем и встречаем ракету возле цели, в которую она летит. Нет, так не будет. Это самый глупый вариант, самый неправильный вариант расстановки системы ПВО. Поверьте, Генштаб знает, как их расставить. Поверьте, будет сделано максимум для того, чтобы достигнуть эффективности с этих трех батарей. Три батареи это такая мизерная капля в море для самой большой страны европейского континента. Ну дай бог хоть так.